У нас тайминг на самом деле час, но мы можем сократить без проблем, если есть желание. Значит, смотри, давай сделаем так. Я 5 минут забираю с самого начала, расскажу тебе, как все происходит, и потом, собственно, твой выход, все, что хочешь, можешь сказать, все, чем хочешь поделиться. Сейчас я тут у себя выключу, чтобы мне никто не позвонил. Не вовремя. Значит, 60 минут делим как? 5-10 минут. Я сейчас рассказываю предысторию, как все происходит. Примерно по 12 минут у нас будет три тайма. Это первая часть, это ты рассказываешь, кто ты, что ты, просто что тебе нравится, чем дышишь, какие ценности. Второй тайминг – это твои навыки, в чем ты сильна, чем можешь помочь или чему можешь научить. И третье – это твой основной вид деятельности, чем занимаешься, чем зарабатываешь. Ну и, соответственно, если кто-то обращается, то какие услуги, что ты можешь людям, например, предложить, чем помочь в реальном времени. И там остаток времени 10-15 минут оставляем для вопросов. Зрителям, которые зайдут, и если досидят до конца, то дадим им слово. Не досидят, ну, значит, пусть смотрят в записи. Ясно. Ну, собственно, что тогда, с чего начинать? Я очень рад вообще, что мы встретились, что мы… Ты, во-первых, первая девушка, которая на знакомстве, час знакомства. Это уже событие, пусть даже первый раз у нас не получилось в силу недопонимания по часовым поясам. Но я тебе скажу, что это на самом деле не такой уж и редкий случай, потому что как только начинаешь общаться с людьми из разных часовых поясов, всегда возникает проблема, по какому часовому поясу вообще происходит, ну, как отсчет вести. Да, у меня сейчас тоже помощница есть, с которой мы работаем по… Она мне помогает вот по моей ювелирной отрасли, она мне помогает по часу побед сейчас, потихоньку вливается и даже где-то посты делает, вот анонсы. И то же самое вначале мы с ней состыковывались, у нее московское время, поэтому мне, с одной стороны, удобно было пересчитывать, когда ей сказать, да, чтобы она не перепутала. Но потом я понял, что когда ты общаешься с многими людьми из разных мест, то проще говорить всегда по своему времени, чтобы самому хотя бы не лопухнуться и в свое время выдержать, вот, а дальше уже подстраиваться всем остальным. Поэтому по екатеринбургскому времени пока сейчас работает и час побед, и все вот мои, как бы, измышления тоже исходя из этого. Но при этом часовые пояса, как ты видела, у нас в челлендже я постарался учесть, чтобы у каждого все-таки приходило задание там в одну минуту следующего дня, и чтобы каждый мог уже там дальше, исходя из своего пояса, двигаться. Все, наверное, больше особо сказать мне нечего. Дальше с удовольствием послушаю тебя. Расскажи, пожалуйста. Заботу тебе просто большое спасибо. Технически полностью не отдаю. Я вообще не понимаю, как это происходит, но это происходит. Для меня это, знаешь, такое чудо ежеутреннее. Это как ребенок вообще какой-то, знаешь, по ощущениям. Потому что вначале это было желание просто автоматически выкладывать, ну, наверное, напоминалку такую. А сейчас я понимаю, что это превращается в нечто более ценное, более полезное. И не только для меня. Я этим могу поделиться со всеми остальными. И при этом для меня на данный момент нет никакой прям накладки сильно большой на тяга, напруги. И то есть лопнуть тут нереально. То есть все получают эти ценности. И при этом я понимаю, что это очень круто. То есть я понимаю, что люди, которые делают вот программные продукты, они настолько один раз, да, вложились в это во все. И все, и потом продукты начинают расти и сами даже потихонечку увеличиваться, масштабироваться. Вот, ну, блин, такая штука, которая... Сейчас я ее наполняю уже дополнительными заданиями, которые сегодня вот поделал, выложил отчеты. И у меня возникает некая такая, знаешь, как говорится, метавселенная, которую делают там в Фейсбуке или еще где. То есть получается некий внутренний мир, в котором можно делать взаимодействия постоянные между собой, самим собой. То есть как по-разному. И сейчас за эти дополнительные... То сейчас будет такая штука, что основные ты делаешь в практике, и у тебя открывается доступ к внутренним, к продвинутым частям. Если ты основные не сделал, то продвинутые не дается тебе. Если ты сделал основные, продвинутые открываются, ты можешь их выполнить. И они уже будут на такую проработку, вот, больше вопросов к себе, на которые надо ответить, сформулировать, на какие-то советы, которые можно внедрить. Вот сегодня первый же день я получил совет, как будить детей с утра, какие варианты, какие приложения. Тут же зашел, скачал, посмотрел, настроил, завтра начну внедрять. И откуда бы я это получил, скажи мне, пожалуйста. Это даже читая книгу, я прочитал эту книгу, а все равно этот момент конкретный вылетел. То есть сейчас полезные такие фишки будем внедрять, и каждый человек будет более того за это получать еще баллы. Баллы будут копиться, это будет некий баланс такой, балловый, победный. И потом этими баллами желательно еще сделать возможность какие-нибудь взаиморасчетов и, не знаю, там, выводов или покупок. Что-нибудь надо сделать, чтобы они были применимы и не просто так. Так что там вообще мыслей очень много. У меня очень мотивируют наши 100 сообщений, потому что когда ты открываешь, а их 100, и ты понимаешь, а ты еще не начал. Ты еще не начал. Да. Ну давай, расскажи, пожалуйста, на тебя переключимся. Расскажи, кто ты, чем ты занимаешься, какая у тебя предыстория в жизни, не знаю, как вообще ты попала к нам, каким образом. Окей, смотри, мы начнем в практике. Мы живем в Х2. Мы все хотим сначала перемотать вот эту часть, где я расскажу, что я милая, я инноватор по образованию, что я занималась строительной дирижабли, чем только не занималась. Мы это сейчас... Это как две жизни разных женщин, не связанных со мной. Потому что мы, из-за того, что мы находимся в стрессе, в искусстве и в натуральном, мы все время вот такие... Встать можно сидеть, вообще без проблем. Наша задача – сжать пальцы и стоп. А, ноги. Поджимаем ноги. Но. Блокируем плечо. Погоди, погоди. А тебе надо что-то куда-нибудь поставить? У меня почему-то чуть-чуть пропадает такая связь. Не знаю, где там ловят лучше или хуже. Посмотри, пожалуйста, еще. Вот мы с тобой... Если меня нормально слышно, может быть, это у меня просто тут такая связь. Не могу тебе сказать, потому что я тебя очень хорошо слышу. Ага. Ты иногда мутнеешь, но не пропадаешь. Да, это у меня такой тут интернет дурной, блин. Не знаю, что с ним делать. Ну давай, значит, нужно сжать ноги в кулачки, как в крепком орешке. Да, да. Как для удара. Сжимаем плечи, поднимаем их, так, чтобы прямо мы почувствовали вот этот панцирь. Сжимаем челюсть и не дышим. Ну, какое-то время не дышим. Задерживаем дыхание. И вот мы в этом наблюдаем свой стресс. Сейчас можем расслабиться. Потому что мы сделаем это сейчас еще. Ставляться постепенно. Я буду проговаривать. И здесь важно последовательность сохранить. Мы будем идти снизу вверх, но плечи будут последними. Плечи будут последними. Итак, давай сжимаем топы. Сжимаем кисти. Сжимаем плечи и задерживаем дыхание. И вот сейчас мы расслабляем ноги. Можно немножко потрясти. Пошевелить пальцами ног. Мы расслабляем руки, кисти. Мы расслабляем челюсть. Если позволяет, можно открыть так и вывалить язык. И мы начинаем дышать. Мы дышим. Наблюдаем стопы. Наблюдаем кисти. И только после того, как мы наблюдаем наше челюсть, лицо, как оно расслаблено, мы опускаем плечи. И мы вдыхаем. И мы выдыхаем. И мы чувствуем, как у нас кровоток усиливается. Такое потепление, расслабление небольшое. Мы должны почувствовать. Давай еще раз. Сжимаем стопы. Сжимаем руки. Сжимаем плечи. И задерживаем дыхание. После этого мы начинаем от стоп. Расслабляем стопы. Направляем внимание в стопы. Расслабляем пальцы рук. Направляем внимание в руки. Расслабляем челюсть. Вдыхаем. Дышим. И выдыхаем. Опускаем плечи. И сейчас задача осознать нашу голову и позвоночник. И прям мы буквально можем себе сказать. У меня есть позвоночник и голова. Я соединяюсь с идеями. И прям почувствовать вот это все, чтобы инстинктивно и мускульно-мышечно ты соединился с идеями и понял, что у тебя действительно есть позвоночник и голова. И ты соединяешься с идеями. У меня есть руки и кисти рук. И я соединяюсь с людьми. Мы вспоминаем нашу трехчленность. Мы не только в мире идеи. Мы соединяемся с людьми. И у меня есть ноги. И я соединяюсь с природой. И я вдыхаю. И я выдыхаю. И я буквально чувствую столб внутренней энергии, свою ось, свою основу. И я соединяюсь с ритмом жизни. Потому что у нашей жизни есть ритм. Есть утро-ночь. У нас есть сердцебиение. Мы действительно дышим ритмично. И мы буквально находимся в внутреннем центре себя в своей вот этой оси. И вот когда мы доходим до этого состояния, потока, пропускания, мы буквально начинаем воспринимать жизнь по-другому. Потому что очень часто мы вылетаем в голову, в свои идеи. Я расскажу про это. У меня с 2010 года случился коучинг, лидерство. И когда я приехала на йогу, мне сказали, это все не надо. Это все здесь не работает. И соединяться нужно было с природой. Это Индия. Это можно там сделать. И сейчас я все чаще пытаюсь соединиться с своим центром, потому что человек – это серединное существо, своим сердцем. Потому что только через сердце, через контакт с людьми я могу узнавать себя. И я могу проживать эту жизнь. Мы материальные существа вполне. Животное тело у нас. Но у нас есть душа и дух, которые попадают в нас при рождении. Мы вдыхаем. Первый вдох. У нас попадает душа. И мы выдыхаем. Последний выдох. И 25 грамм исчезают. Это наша душа нас покидает. Еще три дня хранится эфир. Душевное тепло. Состояние чуда, которое есть в нас. И вот этим эфиром мы обмениваемся друг с другом буквально, когда мы соприкасаемся, событийствуем друг к другу. И очень часто мы обнимаем тех, кто плачет. И они успокаиваются. И мы знаем, что мы можем этим эфиром поделиться. И внутренним теплом мы можем согревать людей. Мы знаем, что мы добрым словом. Ты мне вот сегодня сказал сразу, ты хорошо выглядишь. Мне сразу стало приятно. И как женщине, и как человеку. Мы можем вот этим комплиментарно. Англичане вообще, у них все авансовые комплименты. Постоянно друг друга согревать этим. И в этом и есть чудо жизни, что животные так не могут. Животные не могут так друг друга согреть души. И это все, внутренний центр помогает нам находиться в нашем торусе таком. Ну, не секрет, наверное, что есть такое, как катушка ниток у бабушек. Верхний такой, верхний, да, как катушка. Ось, нижняя катушка. И вот это торусторическое. Так движется наша вселенная. Так, говорят, атомы у нас существуют. И все. И мы можем пропускать вверх и вниз, да, вот эту энергию. Вверх стремиться к Богу, к Духу, к Творцу. Поговорить со своей душой. И мы можем очень много делать с земными ногами нашими. Ходить, что-то создавать, перемещаться. И важно во всем этом, как дерево с корнями, которые пускают их глубоко. У нас глубокие корни, у всех очень глубокие. И у нас есть наши плоды, листья. У большинства здесь есть дети. Мы пускаем наши ветви, мы пускаем наши листья, мы приносим плоды. И важно эфир, который влага, которая помогает сохранить. Это дерево, которое как на ветру в жизни, в наших турбулентных, торусных переживаниях, остается растущим, живым. И когда мы теряем влагу, мы становимся сухими и ломкими. Мы не можем в жизни проживать те ситуации, которые с нами случаются. Мы буквально разбиваемся о каждую ситуацию, которая произошла. Но если мы полностью растаем вниз, знаешь, как на четырех лапах, земля, это четыре вниз такие лапы. Сейчас я об этом расскажу. Мы не можем двигаться. И мы говорим, ну, в моей жизни ничего не меняется. Я застряла. У меня ничего не происходит. Меня достала эта рутина. Я не хочу так больше. Я так больше не могу. У меня одно и то же. День сурка. И мы начинаем испытывать такое состояние, как в болоте. И нам тоже в этом некомфортно. Но когда к нам приближается неизвестное, а неизвестное к нам приближается постоянно. Недавно у нас было, в прошлом месяце, или приближается циклон. Это неизвестное. Я не знаю, как проживать циклоны. Будет по семь метров волна, которая снесет дом. Мой дом на океане. Или что? Или просто два дня дождь. Два дня питерская погода. И у нас есть паттерны. Это метаконструкция, которыми мы реагируем на то, что приближается к нам. И оно заложено глубоко внутри этой реакции, которая происходит. Вот сейчас мы находимся в центре. Но у нас есть движение к, когда я очень хочу. И движение от. Бывает, что я не очень хочу. Ну, или мне нужно чуть-чуть посмотреть, а что здесь происходит. И в этих двух движениях от и к мы существуем. И когда мы изучали паттерны движения походки на фитнесе, нам говорили, ваш таз буквально наклоняется вперед, и на свидание вы бежите. Но если надо идти на работу, а там отчет, таз буквально назад, как у животных. Хвост поджался, и вы не хотите идти. И вы чувствуете это сопротивление. Ну, вы идете. У вас есть воля. Мы можем идти. И так же у нас есть движение вверх и вниз. Мир прекрасен. Мир хорош. Мир враждебен. И мир ужасен. Это три, ну, пяти составляющие. Вверх и вниз. Иногда мы чувствуем подъем, иногда мы понимаем, мы достигли глубины. И что в этой глубине делать? Отцентрироваться. И понять, что есть пять эффективных состояний. Первый из которых мы уже научились, это центрирование. Когда мы находимся в центре, мы можем вот любую ураган событий оказаться внутри и понять, какое состояние здесь эффективно. И одно из состояний земля, про которое я говорила, это баланс вперед и вниз. И мы буквально как на четырех лапах, как животное, как тумбочка такая стоим. Это очень устойчивое состояние. Здесь дыхание четыре к четырем. В школе мы так сидим. Когда мы руководители на совещании, мы так сидим. И здесь фраза, посыл такой. Вот что я хочу, чтобы вы сделали. Вот что я хочу, чтобы вы сделали. Оно такое внизу, в земле. Очень часто таким людям много дел, много принимают решений. Не хватает. Они хорошие менеджеры. Не хватает, знаешь, есть менеджер, а есть лидер. Вот Махатма Ганди, он духовный лидер. Иисус, он духовный лидер. За ним идут. Но он не говорит ничего там. У него не нужно, чтобы вы что-то сделали. Ты сам идешь. Это состояние. И этот жест выглядит вот так. Когда наши пальцы соединены, они не сжимаются. Они направлены вперед. И это баланс. Вверх и вперед. И здесь пойдем за мной. И этим мы должны помогать людям принимать решения в этом состоянии огня. И есть движение вперед. Одно из которых вода. И вот если ты сейчас сядешь на стуле, не откинешься на спинку, а чуть-чуть назад отклонишься и раскроешь свои ладони. Что правильно сказать себе внутри или проговорить слух? Что проговорить еще раз надо? Скажи, что важно для тебя. Скажи, что важно для тебя. Это фраза. Скажи, что важно для тебя. Или это и сказать надо? Не надо сказать. Ты все правильно сделал. Только теперь раскрой ладони, потому что ты вода, ты принимаешь. Ты принимаешь. Скажи, что важно для тебя. Я готов тебя принять. Это женское состояние. В основном женщины лучше всего чувствуют в беременности. Когда мы принимаем плод. И принимаем все, что происходит внутри нас. Из-за рождения жизни мы принимаем новую душу. Новые изменения гормональные. Все принимаем. Никуда не сбежишь, пока не родишь. И вот это скажите. А мужское какое? Мужское такое же. Это вода. Она и мужская, и женская. Просто женщины его чаще применяют. А мужчины чаще вперед. Пойдем за мной. Вот что я хочу, чтобы ты сделала. Хватит принимать. Пошли вперед. Но когда женщина тебе будет все время говорить. Пойдем за мной. Ты скажешь так. Ты водой туда откатись немножко. Услышь, что важно для меня. Что я хочу. Это и мужское, и женское. Иногда это нужно. Очень часто с женами. С женами мужья приходят и говорят ей. Причем еще вот этот женский использует. Я тебя люблю. У него что на работе? Я тебя уволю. Я тебя люблю. Ты все делаешь отлично. При этом можно сказать. Я тебя люблю. Ты все делаешь отлично. Ты лучший человек в моей жизни. Ты лучший человек в моей жизни. Ты лучший человек. Буквально получается то, как мы разрубаем пространство. По горизонтали или по вертинам. Иногда коммуницируясь с женщинами, с людьми, которые такие более мягкие, можно так сказать. Не все такие хоп и собрались. Скажи, что важно для тебя с творческими людьми. Ты попадешь к художнику, и он тебе просто какие-то свои идеи рассказывает. Подожди. Скажи, что важно для тебя в этом. Что ты увидел. Как ты увидел. Я еще не увидел. Не увидел то, что ты увидел в твоей картинке. Скажи, что важно для тебя. Что ты несешь. И последнее – это ветер. И ветер – это когда мы балансируем назад. Мне нужно подумать о другом. Мне нужно размышлять. Это когда все ругают, всех что-то там свое доказывают. Сделай, как я. Пойдем за мной. Кто-то сидит, принимает уже на последнем. А кто-то просто, знаешь, так откидывается и говорит. Ну, ребят, жгите. Мне надо подумать. Мне нужно поразмышлять об этом. И буквально с тобой, пока все борются, пока все борются в свое вин-вин и и. И человек просто, ты смотришь на него и думаешь, сволочь, я тоже так хочу. По крайней мере, я часто это испытываю, когда люди очень легко в ветреное отходят, состояние. Там они могут наблюдать мета-вселенную, вариации. И потом центрировать и сказать, так, нам нужно вот это. Я понял, где мы, где наша середина. Я понял, что все хотят помочь. И я понял, какой у кого супер-навык, супер-скилл, как карандаши. Коротко. Я понял, каких мы рисуем. И что мы рисуем. И это то, что я сейчас изучаю. Буквально это невербальный коучинг называется. Это Стюарт Хеллер. Можно посмотреть его. И вот я это изучаю. Так, что жизнь течет вниз. Я показываю и наверху себя, и буквально буду там счастливой женщиной. Недавно я уезжала на поездку. Жизнь вниз, когда я испытывала тяжелые эмоции, тяжелые переживания, сложные чувства. Жизнь течет и вправо, и влево, когда я использовала и правополушарное мышление, и левополушарное. Когда был разум, и была интуиция. Было вдохновение, и была логика. И это наше старое. И жизнь течет внутрь, внутрь. Мы прямо вот чувствуем, закрываемся в своем поконе, это проживаем. И жизнь течет наружу, когда мы отдаем. Когда мы много говорим, когда мы тренируем, как я это делаю, обучаем людей, обучаем детей. Это тоже происходит с нами. Мы это проживаем жизнью восьми потоках. Восемь потоков жизни, которые с нами встречаются. И я инженер-инноватор по первому образованию. Я очень хотела быть физматом, потому что во мне была только эта модель успешней жизни. То есть ты можешь заработать, а все остальное нет. Я очень хорошо знала, что мать производила аугебру, диапетию по выбору, ну и русский там, и астрономия была. То есть я говорю, я пойду в физмат, мама говорит, нет, там ты справишься. Я говорю, я пойду в театральный, у меня не столько во мне энергии, я хочу вот эту жизнь и проживать. Но потому что никто не выдерживает, когда ты рядом, проживаешь эти роли, которые приходят тебе буквально в голову, и ты постоянно пробуешь себя так, так, так. Люди выходят с ума. Я сказал, нет, но я стала инженером-инноватором. Вот, государственный университет я закончила. Получилось, что, на первом этапе я стала заниматься скульптурой. Я прихожу, а так... Я говорю, знаете, так классно, а у вас не скульптурой. Три года я вела аэробикул. Ну вот я прихожу на занятиях, я вижу, я понимаю, а мне же хотелось... У меня... Подряд... И до 11.30. Я делаю тренировки. И... Иду, как просто копирую, и все. Это был мой путь к тренеру. Самый первый. Меня... Я пришла, сказала, это скучно. Мне сказали, покажи, и всем понравилось. И на третьем курсе я потосла, фиткультура закончилась. И у нас начались конкурсы инноваций, русские инновации. Это журнал «Эксперт» создает. Я лауреат конкурса русских инноваций. Командой победили лучшие презентации. И у меня там всякие грамоты, научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские. И MBA на английском, который параллельно мы изучали на русском, и вечером шли на английском, изучали все то же самое. И когда я вроде бы стала лауреатом, я говорю, мам, ну я лауреат. Она говорит, а теперь покажи, как это... В деньгах. И вот это обесценивание меня очень закрыло. Я поняла, что я... У нас была звуковая матрица. Я буквально напитавшись этим. Звуковая матрица, это не только колонки размером со стену, которые создают вибрацию, которую ты чувствуешь кожей. То, что чувствуют танцоры, когда они танцуют. Басы, биты, скрипочка пошла. И вдруг они там раз, змеё извиваются, услышат этот звук, а ты ещё не понял, он к чему. Но ты чувствуешь, что это очень лаконично. А мы это могли... Мы это презентовали на конкурсе инноваций. Но это не было так никому... Я всё-таки тут оказалась в компании, телекоме. Я ещё в институте там подрабатывала. И мой дипломный проект был телемедицинское образование. Вот то, что случилось у нас сейчас. Всё это в компании, в которой я работала, Orange Business Services, было с 2003 года. Уже пакетным продуктом просто покупай. И мне не составляло труда, находясь в компании, работая в финансовом отделе, как раз с мамой рядом, видеть технологические возможности и рассказывать о них. Транслировать их в институте, на проектах, везде. Я защищала диплом, вот именно поэтому. Это сейчас есть у всех. Вот мы с тобой буквально находимся в телеобразовании. Тогда, в 2009 году, когда я заканчивала, мне говорили, что нужно... Должно быть в институте. Сидишь и образовываешься. Телемедицина – это не нужно. Не толк к врачу. Он тебя посмотрел, там тебе... Вот это не нужно. А сейчас это есть. Я сейчас пользуюсь телемедициной. Когда мне не хочется идти к врачу, потому что я знаю, что все будет одно и то же. То есть получилось, по сути, у меня же получилось донести виденье сквозь время. Но совсем не помогло. Поэтому я вот ушла по утре. И ушла постепенно в танцы сначала. Вот, давайте, сказал, шага нет. Толстая, маленькая. Ну, такая классная. Иди. Ну, ты в классической хореографии не выглядишь. Но такая классная. Убирай в стадион. Иди. И я пошла. Ну, а что делать? Не беру. Я пошла, стала пробовать. У меня действительно начался резкий взлет. Сначала я начала вести танцы. Людям начало нравиться. А что джаз? Поздравляю, что у меня в школу не было в жизни. И было женщин, директор. Которые, знаешь, такие вот в земле, полной земли. Я говорю, на совещании могу, а на корпоративе нет. Давай. Я вот их учила, что делает женщина на корпоративе. Что, как вообще женщина должна быть женщиной. Если так это можно назвать. Потому что, уходя вот в это дело, не в землю, они там врастают. Им очень хочется и внимания, и комплиментов, и всё. И это стало частью моей работы, когда ты на другом уровне, на невербальном коммуницируешься в дни, показываешь им движения. Я могу танцевать и двигаться в разницу. Я закончила работу в телекоме. И есть такой преподаватель. Тогда были на Украине только танцы, на ТНТ, которые смотрели. Когда были на Украине. И приезжали. Ася Козырь, сейчас он работал в Ленинград Дэнс Центр. А сейчас он самый крутой кабаре. Тогда вне, он был просто танцор. Он танцор, в неделе похоронен. Мы, я... От бухгалтерии. От танцев. Давай ещё, ещё чуть-чуть. Я просто... У тебя бывают такие... Пролетают... Я не знаю, то ли до меня не долетает звук иногда бывает. Я просто думаю, что... Чё у нас получится? Давай ещё. Можешь тебя просто чуть-чуть сместить? Да, вот. Ну ты же стоять не будешь же целый час болтать? Могу. Это меня комфортно. В целом, комфортно. Вот я иду на танце, на крестце, знаешь, освобождённый от всего. И мне говорят, типа, есть возможность работать в воздухоплавательном центре. Строить дирижабли. Там чуваки не могут в бухгалтерии договориться. Ты же знаешь, как говорить в бухгалтерии? Я говорю, ну я знаю. Давай. И ты же у нас инженер-инноватор? Я говорю, да. Ты же управленец? Я говорю, ну да. Ну типа, выходи, работай. И у меня было до этого в бухгалтерии 60 женщин в округе моей. А теперь у меня 13 мужчин. Столько мужчин. И они строят дирижабли. Военная приёмка, крики, пьянки. Кто-то там. А я контролировать должна. Я менеджер по контролю и планированию. Цеха общей сборки. Который всё время приходит к начальникам, ко всем. С ними разговаривает. Все орут друг на друга. Все выходят за сердце. Валидол. Я прихожу в розовых туфлях. Начальник доволен. Не знаю, что ему нравилось в этих розовых туфлях. Генеральный директор, только что орущий на всех матом, доволен. Всё подписал. Вышло. И все говорят, как ты это делаешь? Я говорю, я не знаю. В бухгалтерию прихожу. А они там тоже хотят быть женщинами. Они хотят двигаться, они не могут уже 8 часов сидеть. Они говорят, я пришла, значит, на пилон, у меня тут зажало. Ну, мы, значит, что-то поделали, подышала, отпустилась. И так я работала. По сути, контролируя производство дирижаблей параллельно фитнес-тренером. И затем я стала ездить в Индию, вот как раз изучать йогу. И в один из моментов тоже всякие кризисы у нас в стране происходят. Жизнь течёт. И компанию закрыли. Я оказалась только фитнесом. И в это время... Что, дирижабли невостребованные, что ли, стали? Ты знаешь, они начали много косячить. Начался бюджет не в пользу дирижаблей. Большое количество аварий? Они ничего не взлетали? Начинают делать дешевле. А дешевле – это значит, лопается оболочка. Это значит, госстандарты, которые есть, не соответствуют. Какую пьянку я так не принимаю? И в какой-то момент начало всё разваливаться. И я уезжаю в Индию в это время как раз учиться, уже четвёртый день, практиковать йогу. Как бы я так вот вышла, пока у всех там всё рушится, всё вообще... Люди лишаются работы. Я уезжаю в Индию практиковать йогу. Вот так произошло, что я как бы вышла из-под удара. Ну, говоришь, мечтаешь, как они делают. Назад откинулась и вышла из этой ситуации. Я тогда не знала только вот буквально в этом году про невербальный коучинг. Тогда я не знала. Ну, я, да, я улетела, буквально откинулась. Вот Индия там, Москва здесь. И всё, ребят, на месяц у вас тут финансовые трудности. Зарплату задержали. Зарплату задержали, а я улетела в Индию. То есть для людей несопоставимые вещи. И затем я ухожу только в фитнес. Я только в фитнесе работаю. И моя подруга, которой мы коллега, начинаем ездить по людям, которые на Рублёвке живут, вот эти в замках, с Феррари, и их тренировать. Он говорит, мне гольф нужно выиграть. И совершенно другие вообще у людей задачи. Гольф нужно выиграть, турнир по гольфу. У меня про гольф вообще я ничего не знаю. Я не знаю, что делают люди на гольфе. Я не была. Но мне нужно весь свой опыт трансформировать под задачу. Приходит ко мне посол Аргентины. После операции на опухоль мозга у него полтела не двигается. Нужно восстанавливать человека после опухоли мозга. И просто вот у меня в фитнесе начинается такой квантовый скачок. Мне нужно понимать, что делают с людьми, у которых полтела не двигается. В каком режиме с ними работать. Как это делать. Ко мне приходит мужчина, он военный, очень такой серьезный начальник. А у него сколиоз четвертой степени. Это ребра перевернутые вот так. Ну то есть у него такие... Он снимает кофту скачок, а там просто, ну, вазимода. Вот и что хочешь, то и делай. Пришел на пилатес. До этого он качается с Виталиком там в тренажерке. У него все нормально. Только локоть болит, не дышит. Лицо красное. Сейчас будет сердечный приступ по всем признакам. И он приходит ко мне после этого счастливый на пилатес. И мне нужно за этот час настолько в него погрузиться, во все тонкости сколиоза и всего, и также сердечных проблем. Ну то есть человека нельзя переворачивать. Человека нельзя наклонять. А он, знаешь, качался. Он бояка такой. У него сейчас нет понимания, что мы будем дышать вот так. Все это плавно, все это мягко. И мне нужно это донести всей собой. И я начинаю на работе испытывать такие колоссальные перегрузки. Потому что это как вести шаттл, самолет вести. Приходят люди с такими запросами, которые не приходили никогда. Приходит финансовый директор, у которого 100-500 отчетов, начальник банка. И ты должен резко помочь ему двигаться, потому что он уже не может встать со стула. Он в него влип. И у него все болит. Или ты едешь с утра в Геликон-Оперу, арт-директора Геликон-Оперы тренировать, потому что у него вообще застой там всего в жизни. И ты понимаешь, что должен создать движение не просто в теле, но и в душе человека. Но я тогда, у меня не было инструментов. Вот они сейчас появились. Я их уже вам рассказала. Но в тот момент я испытываю просто какие-то колоссальные задачи. Короче, тебе надо было каждый раз сдвигать стену. Да, и люди приходят разные. Приходят женщины, и женщины, они же, знаешь, они полегче такие в движении. Она приходит мне и говорит одна. Я набила татуировки, как у вас, девочка-подросток. Я набила татуировки, как у вас. Я думаю, сейчас придет мама, она меня повесит за мои же эти татуировки. Приходит женщина. Я говорю, я сегодня не могу вас потренировать, потому что у меня, по графику, я не успеваю доехать. У меня... Я, ну там, в Аферике. Вольняется с работой. Приходит ко мне все равно там уже в ночи после тех тренировок. Говорит, начни. Вы не можете бросить. Вот все, смотри, ты опять присела, и я перестал тебя слышать. Там у тебя какое-то, знаете, место заколдованное, наверное, за этим столом. Тогда стол надо сдвинуть куда-то. И вот когда люди меняют свою жизнь, вот так буквально, я бросила работу, или там, я завтра уезжаю в Турцию, мы сегодня с тобой тренируемся, потому что у меня, я не могу вообще сесть, у меня в жизни все изменилось, я не знаю, что делать. И они не приходят запросами ко мне, я хочу похудеть. Просто не приходят. Хотя это и есть, вот, когда мы перейдем к третьей части, что я делаю? Я помогаю людям похудеть, там, ну, вот, заняться спортом, там, заняться, а ко мне начали приходить люди, ну, просто я хочу изменить жизнь, я хочу завести детей. Ну, как бы, вот, ну, я не могу тебе помочь, ну, сделай так, что, давай тренироваться так, чтобы у меня появились дети. И ты такой, ну, там, профибротические соединения. Ну, и беременели, и они реально беременели. Ну, то есть, как бы, вот это движение мысли, движение духа и эфира, которым можем поделиться, они могут делать чудеса. И выходили замуж. Те, у кого вообще там просто мертвая точка в жизнь, у них все сдвигалось и менялось. То есть ты научилась применять фитнес к голове, получается, к душе? Ну, если так можно сказать. Потом я открываю учебник кинезионологии, и там написано, что человек – это три единства. Физикл, химикл и ментал. А я вот, считай, физикл сижу. Я всех фигачу, как надо, там, так, 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 там, я уже со стеопатами. Я прихожу по стеопатам, мы с ними на одном языке говорим. Он говорит, а вы вообще кто? Я говорю, я фитнес-тренер. Вы посчитайте вот эту книжку, потому что вы то, что говорите, вы говорите правильно. Ну, вы такое, таким языком ребенка, деревенским. Вы говорите нужные вещи, но хреново. Вам нужно по лексике пройтись. Я еще там, знаешь, начинает... Мама мне, еще тогда у меня была жива мама, она мне Леопольдо Буске там привезла книжки, чтобы были... И я рождаю... И в это время я встречаю тоже мужа своего в Крыму на йоге, в йога-лагере. И мы... У нас начинается... У меня как раз вот эти перегрузки все. У нас вроде и любовь, а у меня времени на него нет. То есть то, о чем мечтала я, это семья, это любимый человек, а у меня на это нет сил. У меня нет выходных. У меня пять лет уже нет отпуска, потому что отпуск — это йога в Индии или какой-то другой обучающий курс. Неважно, в Питер едешь зумбу, нету выходных, нету ничего, ты спишь пять часов. И я начинаю сокращать, я начинаю выводить уроки. Выводить, выводить. А люди в шоке, типа, куда вообще? И в этот момент я беременею. И когда я начинаю выводить уроки, и все уже на меня начинают давить, потому что я уже становлюсь координатором групповых программ. То есть я начальник. Мне говорят, так, ты начальник, куда-то поперла. И они не видят, я хожу в просторном таком балахоне. Я поднимаю и говорю, вот я куда поперла. А у меня такая, знаешь, купальник такой, мечта написана. И живот вот такой уже. Они такие, типа, а вопросов нет. Типа, мы поняли, куда ты. Я в свою жизнь. И в это время у меня большое счастье происходит. То есть я беременна, и у меня маме ставят диагноз опухоль мозга. И это не безвозвратно. И мужчина, которого я тренирую, вот тоже после опухоли мозга, его маме ставят диагноз опухоль мозга. И девочка, которая забеременела, это актриса Анна Назарова, ее муж Никита Кукушкин, это Гобель-центр, то, что был солист. Ее мама, она рожает как раз в это время уже. Ее мама разбивается на машине и умирает. И моя мама умирает, когда я рожаю. И вот у нас, и у меня начинается вот это состояние, когда ты понимаешь, что ты это уже проживал за других, а сейчас ты проживаешь сам. Большое счастье пригласить в душу ребенка. Большая боль попрощаться с душой мамы. Потому что эта болезнь, она буквально, душа уходит в какое-то, она около тела. Когда ты видишь, человек превращается физически в мумию, смещаются зубы, сушается тело, человек становится другого размера. Ты это видишь, потому что она умирала в хосписе, она умирала очень тяжело. И когда я прихожу, и врач мне говорит, вы должны отпустить. Ты просто находишься в состоянии, а как мне жить? Вот Mother Earth и Father Son. Мать-земля, которая дарит жизнь, которая плодородна, которая все это тебе дает, сейчас показывает тебе совершенно обратную сторону жизни, смерть. и я не знала, как это пережить. Я ходила к психологам, психотерапевтам, ну как мне это пережить? Я испытываю такую вину, потому что я так хотела любить маму искренне, дарить ей свою любовь. Я так хотела, чтобы она была со мной счастлива, потому что мы все дети, мы все проживаем это в эгоистичной любви, когда мы дети. Мы используем родителей, я хочу так, я хочу купить то. Нету этой любви отдающей, наполняющей, согревающей, а им же хочется. Они же говорят, ты мне никто не принесешь так, они же не про воду говорят. Они говорят про близость, про вот эту тонкость, вот эту корочку, которой мы прирастаем друг к другу, вот эту ниточку, вот эту пуповину, которая всегда идет с нами. И я беременею вторым ребенком, начинаю заниматься спортом. За два месяца до рождения моей дочери умирает папа. Он заболел ковидом, и он очень скрывал это, он не хотел пугать, потому что мне вот рожать, а ему он начинает умирать. Причем мой папа мастер спорта, греко-римской борьбы. Это человек, который каждый день делал зарядку, который вообще не преклонен, как скала. Милиционер, 25 лет он проработал, у которого лучший по профессии, его приглашали на телевидение. То есть этот человек, такая сила, такая мощь, и вдруг он 40 минут идет из спальни до кухни, чтобы поесть. И он не говорит, что с ним, он говорит, я устал, дай мне отдохнуть, отстань. И я вызываю врачей неделю, я не могу объяснить врачам, что с ним, они не делают, даже ситуацию не проверяют. Я не могу объяснить папе, что ему нужна помощь. Я понимаю, что он умирает. Я начинаю это чувствовать. И мне приходится с ним поругаться, чтобы он согласился пойти в больницу, потому что его рвет безостановочно. Это уже черная рвота, черный понос, уже буквально кровяные тельца. Это все. Он умрет дома. И я вот с этим животом буду его спасать. Я не переживу это. И после этого я испытываю еще большую боль и угрязение совести, потому что мне приходится пойти на такое, ну, поругаться с папой, когда он умирает. Не разрешите ему умирать дома, потому что во мне есть хоть какая-то надежда, что они его спасут. Но они его не спасут. И снова я проживаю то чувство, я приглашаю душу, и я с душой прощаюсь. И я прихожу в поликлинику, я тоже заболела ковидом, но я никак, у меня не было чего, я двигаюсь, я физичным спортом занимаюсь. Я говорю, у меня второй раз такое, а меня в первый раз все обвинили, ты виновата, ты убила маму. Люди, когда они не могут разместить в себе большую боль, не все могут вдыхать боль, выдыхать любовь. Иногда люди сходят с ума, пришла боль, жизнь потекла вниз и уперлась в дно, и от него надо толкаться. И люди в судорожном толкании иногда по головам другим это делают, абсолютно им все равно, что ты беременна, что тебе рожать, ты убийца, и там все, и приходили мамины подружки, забирали подарки, которые они дарили. Ну, просто устраивалось такое дома, что мы как раз-таки съехали на съемную квартиру, потому что наблюдать это невозможно. Людям больно, мне больно, и никто не может протянуть руку. И что здесь важно для тебя, никто не делает. Люди рвут эти отношения. Просто все, что есть, ты плохой, и я прям жду, когда мне про папу то же самое скажут. Ну, никто не говорит ничего. И я прихожу в поликлинику, мне нужно же и декретный получать отпуск, и все эти документы переоформлять, потому что из-за ковида там нужно... И женщина такая вот встает и говорит, знаешь, у всех отбирают, а тебе дают. У всех в роду в твоем отобрали папу, а тебе подарили дочь. Так что, в общем-то, и нечего об этом говорить, там, плакать. Учить ее любить, учить жить по-женски и учить ей быть... Ну, женственность. И я начинаю изучать женские круги. Есть такие практики, это, и духовные, где общаются с женщинами при помощи метафор и различных взаимодействий, как расстановочных, таких, как массаж тактильных, там, рисований и прочее. то есть совершенно такое... Мы взаимодействуем, мы все рыдаем, там, поэзия. Мы все рыдаем, все у нас происходит, но мы событийствуем, друг к другу, но мы вроде бы ничего такого не делаем. Никто не говорит про себя. Это какое-то общее, какая-то настройка, которая позволяет нам оказаться в ситуации, но без я, такому, безличным. Но мы все понимаем, что происходит, абсолютно все, что происходит. И после этого я начинаю писать книгу свою, как раз вот... Мне начинает приходить книга. Я думаю, боже, мне приходит книга, я пишу с Т9, с ошибками все время, я не умею писать книгу. Но я начинаю ее записывать. И буквально приходит фраза такая, здравствуй, душа моя. И я начинаю думать, блин, у меня есть душа, я не бездушный человек, у меня есть глаза, зеркало души, есть сердце, где живет душа. И последние события жизни просто я чувствую, как душа ушла в пятки. И мне нужно научиться ее снова слышать, потому что интуиция и есть душа. И когда я услышу душу, душа, это великий учитель тела. Тело сможет делать эти движения и выборы, и подсказывать мне, а что хочет мое тело от меня. А когда я это ослою, я смогу помогать другим людям. Огнем, водой. Потому что иногда вообще не хочется ни огнем, ни водой, так. Все делают, как я сказала. Все. и тебя не сдвинуть. И я это изучаю. И пишу вот книгу. Она странная, безумная. Я вспоминаю разные истории. Со мной случаются разные истории. Мне снится сон, и там мужчина Бруно. Я езжу сейчас. Я записала это год назад. Я еду плавать с китами, инструктор, который плавает с китами, его зовут Бруно. Ну, это очень странное совпадение. Очень странное совпадение, чтобы ты человек из сна своего, который ты прописал, вытащил в жизнь. И ты его видел. И вы с ним прожили тот опыт киты. Когда я делала регрессию прошлой жизни однажды, ну, мне было интересно, я пошла и сделала. Я почувствовала, что я была неким водным жителем, какая-то как космическая субстанция. Ну, абстрактно. Мозг не может объяснить тебе, что там у тебя было. Но я понимаю, что я была неким медузой или китом или чем-то таким. И я с этим соединяюсь. И я каждый раз пытаюсь соединяться с этой частью. И есть такой метод хроники Акаши, который про прошлые жизни. Я не знаю, как он работает, я его понимаю так. Вот я прихожу к водопадам, мой сын начинает плавать в водопаде. Для меня водопад в Африке. Это доктор Айболит, холера, гастроэнтерит, все, что там плавают, кишечные палочки. Еще он хлещет воду. У меня начинается истерия. И я себе говорю, похороникам Акаши, в прошлой жизни я жила на Маврикии. И мой ребенок, его съел крокодил в этом водопаде, и он умер. Но в этой жизни я мила. Я разъединяюсь с тем опытом, вот этим страхом. Да, тогда я это увидела. Я разъединяюсь с этим. И я проживаю свой опыт. Сейчас у моего ребенка весело и классно с папой в водопаде. И я понимаю, что я вдыхаю и я выдыхаю. И я соединяюсь с ритмом жизни. Жизнь, которая течет в этот момент. Не то, что со мной случилось, когда я это увидела и обслужила все прошлые страхи свои, какие у меня могли быть, и даже не мои, накопленного опыта. А я смогла вдохнуть и выдохнуть и оставить всех, блин, покоя. Дать всем искупаться и никого не доводить. Своими страхами не проецировать их и не выносить их. Потому что когда-то была такая же ситуация, и ребенка, правда, был потом понос. Возможно, от страха моих реакций, чисто рефлекторный, когда я не содержалась и не смогла себя удержать в этом состоянии. И сейчас я как раз вот в этой невербальном коучинге осознала настройку mental, то есть physical, chemical. А когда я родила детей, у моих детей появились проблемы с животом. я стала изучать нутрициологию. Пять лет я в нутрициологии, еще нутрициологию, гастротеологию, восточную муку. Но что, лишь бы они перестали пукать и орать. Потому что когда у них калит, они ничего не делают, они не слушают, не слушают. и я, как воздействуют сорбенты, что нужно, какой пребиотик, какой массаж сделать в живота, как составить меню так, чтобы это не возникло, так, чтобы они спали, жили, развивались. И проблемы химического поступления в рот, молока, например, молоко у них понос. Молоко в них не поступало, условно говоря. Но они могли заменить чем-то кокосовым молоком, еще что-то. И вот сейчас я буквально достигла три единства physical, physical, mental. И я хочу вот это все нести людям по-новому. В том числе через состояние, которое я могу достичь, практикуя. И я вдыхаю, и я выдыхаю, и я соединяюсь с ритмом жизни. И что я делаю у вас? Угадайте. Соединяюсь с ритмом жизни человека. Четыре часа утра кортизол начинает капать. Легкая внутренняя вибрация будет в нас. Мы просыпаемся. И дальше я могу выстроить свой день. Молитва, практика, тренировка, завтрак с шести до восьми, это важно. Обед с одиннадцати тридцати до часа тридцати. Я могу по кривым идти гормонов. Мелатонин девять начал капать, значит, все в теле гли. И мне не хватало подъема в пять в тра, потому что пять лет я не сплю, пять лет я в декрете, я все делаю. Я уже получила педагогическое, заодно Монте-Сори там все изучила, вальдорфскую педагогику стала залезть, потому что дочь она другая, мальчики, девочки не очень отвечают. Я просто как машина, которая постоянно работает, учится, выпучит глаза и еще пытается практиковать. А встать не могу, я не могу, я встать и все с утра. Я ложусь в девять, встаю в девять, я провожу двенадцать в кровати, плюс укладываю дочь, я читала в пятнадцать-шестнадцать в кровати. Я просто, знаешь, такая лучшая куртизанка года в кровати, но с детьми. И я нахожу вас и читать эту книгу. Я увидела у кого-то в Инстаграме, думаю, какая-то чушь, а, Робин Шарма, я же читала, но ничего. Куплю книгу, не могу читать, нет времени. О, ребята создали суперинтересный проект, онлайн книга, я начинаю читать, такая интересная книга, начинаю выделять что-то своей, но мне не хватает времени. И тут я прилетаю на Маврикии, и у меня единственная книга на Маврикии, которая с собой, внимания, я думаю, на Маврикии я прочитаю. Ага, вот, в 5 часов утра. 6 февраля, и ни хрена не читала, ну, то есть, я быт налаживала. И тут я смотрю, Юрочка Баженов пишет мне, а кто хочет поучаствовать в челлендже с 1 марта? 21 день, как раз, когда мы улетаем 21 марта, у меня есть на то, чтобы просто войти в практику и ее создать. Я думаю, ну, мне нужны уральские мужчины, железо у которых, крови которых, я не сдвину которых никакими своими воздухом, водой, и огнем, я их не, они будут вставать, они будут это делать, а я буду это видеть, и меня будет это двигать. Это будет буквально вот как магнит меня притягивать. Я буду открывать то сообщение в чате, я буду говорить, нет, я не могу, все сделали, я не могу отлепиться, я не могу отскочить. Я притянусь, потому что я не хочу это делать, но мне нужен заряд. Я каждый раз с вами, чтобы подчеркнуть ваш заряд. У вас это в крови. Вы мужчины, ваш регион проживания, он просто вас заряжает воздухом, водой, землей. Я здесь с вами. И я понимаю, что это работает. И тут еще начинаете вы прикалываться про Маврикий. Ну как не прикалываться? Ты говоришь, я заклинатель, я еще и на Маврикии окажусь, я читаю, думаю, к чему он вообще, я вообще на Маврикии. Потом думаю, а, ну да, там что-то в книге было про Маврикий. Я такое для себя отметила, но вообще у меня не сошлось то, что Маврикий, книга, челлендж, как это начнется. И тут у меня все сходится, понимаешь, у меня сходится все. У меня в чемодане есть книга, которая лежит уже там год пылиться. У меня есть вы, кто хочет этот челлендж давать, кто реально хочет давать. Есть вы, кто это делает и другие люди, которые присоединяются и делают. Есть Маврикий. Кто может представить себе лучшее стечение обстоятельств, чтобы начать вставать в 5 утра? И заклинатель еще есть. То есть это ты, получается, а ты не прочитала, да, до этого момента? То есть ты всю картину что-то не видела, которое происходило? Когда я читала, я была на голове, он еще только шлепнулся. Я дочитала, когда он упал в зале. А сейчас я уже на 200-й странице у меня уже он кружочки им показывает. Как не отвлекаться от гаджета? Вот у меня сейчас. На гаджеты не отвлекайтесь. Да. Ну вот мы, считай, прорабатываем эту книгу. Вот смотри, ты спрашивал нас в 30 минут. Посмотри, 55 минут, часа как не бывало. Я так понимаю, что у тебя это только первый выдох был на одном дыхании про это прожило сейчас. За очень долго лет, потому что я закрылась от людей, я говорила только голосом с ними в голосовых... Я веду онлайн-сопровождение по похудению, по налаживанию режима дня, по тренировкам, но в основном я говорю голосом, моя подруга показывает видео, здесь я не показываю. То есть это мой первый такой выход проявления себя за долгое время. Ну у тебя все отлично. Энергетика прет, я тебе скажу, что все отлично. И каждый раз я убеждаюсь, что час это похоже мало, вот вроде бы познакомиться, да, и вот час раз и пролетел, а еще только начали разговаривать, начали общаться. Вот, поэтому ну давай сделаем так, у нас там люди подключились, если у кого-то есть вопросы, дадим голос. И я не против того, чтобы на самом деле, кто желает, потом повторять эти процедуры и встречи, и дальше беседовать на какие-нибудь темы, будет здорово. Давайте, ребята, я дал доступ к микрофонам, кто хочет, включайте. Саша, Андрей. Что вам ничего? О, Андрей. Ребят, доброе утро. Я поздно подключился, но сразу чувствую штормовую энергию Милы, она там просто разносит, знаешь. Мне кажется, там пальмы, на лаврики они вот так вот ложатся, а на него приходят там пальмы так, я лучше лягу. Вообще, очень такая мощная энергия, чувствуется, что действительно, видимо, очень давно хотелось проявиться, и вот она пошла вот эта вот проявленность, огонь. Я потом записи послушаю, мне нечего спросить, потому что, ну, я поздненько подключился, как бы, я не слышал сути разговора, но рад приветствовать, раз видеть, живую. Энергию, да, ты правильно заметил, это самое первое, что я вообще записал, по своим ощущениям, она просто с самого начала такая благодатная, что ли, обволакивающая и заряжающая. Раздающая, получается. Раздающая, да. Да, да, да. Ну, это здорово. Саша, Саша раньше подключился, может. Да, я говорю вам, надо 100% делать рубрику еще час знаний, и просто каждый, кто может, вот в чем изобилен, это для каждого, кто в чем изобилен, не проблема поделиться, ему даже наоборот, этого не хватает, поговорить, проговорить, и для себя очередной раз это все сформулировать, потому что, когда я, например, сижу, проговариваю какие-то свои знания, потом еще сам себя начинаешь слушать, и в очередной момент думаешь, блин, ух, блин, надо умных людей-то почаще слушать, чтобы их почаще слушать, надо еще и записывать в начале своей записи. Нам надо практиковать, у нас у всех есть чудесные практики, и нам нужно реально практиковать, потому что некоторым вещам нельзя научиться, нельзя научить, можно только научиться, вот некоторые вещи можно только прочувствовать. Вот у нас такая фишка, это женские круги, называется, вот мы собираемся, и мы делаем практики, ну, я чуть затронула тему, и вот представьте, мы будем выбирать какую-то практику дня и ее делать, вот как мы с утра делали с самого начала практику искусственного стресса, кстати, мы ее все поделаем, и вот не так, как я смотрю, и мне нужно смотреть в камеру, а вот внутрь себя, и мы буквально сможем с тобой совершенно потом поделиться другими ощущениями, потому что мы сможем сделать в голове, и то, что придет на картинку, будет ценно для всех, потому что это такое, какое-то, знаете, как общее поле, вот этот торус, который я говорил, верхний поле, который нас создаст, он нас так еще объединит, потому что он такой объединяющий, и кто медитирует, они создают поле любви, которое чувствуют все, и вот мы с вами реально можем соединяться буквально на этих практиках вот таким полем, духом, душой я это называю, и потом делиться, и каждый будет говорить, типа, у меня классная идея, у меня было нечто похожее, вот так это работает, да, хотя вот мы делаем, это классно, на нижнем торусе, мы делаем на физике, ну, физическим телом, мы делаем практику, а на верхнем соединяемся, это очень интересно, это наблюдая это, ты такой, типа, я, оказывается, могла с вами тусоваться, душами, души, сколько мне влезет, сколько хотите с вами переопыляться, что же я не делала, а не делала. Все нормально, все, всему свое время, вот, все, я тебе скажу, кстати, Людмила, что вот этот, вот это упражнение, которое ты сегодня показывала, ну, оно как бы не касается стоп, не касается рук, но, нет, руки, рук касается, короче, это упражнение, которое я даю, когда обучаю гвоздестоянию, оно очень сильно помогает, потому что, когда ты встаешь на гвозди, у тебя начинает, вот, пробивать проникающее положение, гвоздей, у тебя начинает задействоваться акупунктурные точки на стопах, и это людей все время выносит на повышенное сердцебиение, повышенное дыхание, учащается, вообще, мозг начинает просто взрываться от того, что он переходит на другую точку своих вот гигагерц, да, на которых он работает, и вот это упражнение, оно очень хорошо помогает человеку расслабиться и вот спокойно убрать вот эти зажимы, которые происходят, а за счет чего оно дается? За счет того, что происходит некий контраст, то есть вначале ты, стоя на гвоздях, напрягаешься всем телом, все мышцы напрягаешь на определенное количество секунд и прям чувствуешь, насколько все напряжено, и потом сбрасываешь это, и вот этот контраст, когда делается это упражнение на гвоздях, оно очень сильно помогает принять состояние вот боли, да, и состояние, новое состояние мозга, его новых, ну, вот этого уровня, гигагерц, да, на котором он работает, на частотном, частотного уровня, что именно вот это упражнение тоже одно из тех, которые мегаэффективны. Ну, понятно, что стопы ты там сжимать не можешь, потому что ты стоишь в это время на гвоздях, и они у тебя как бы там, приклеили. Ну, ты понимаешь, во всех культурах это есть, ну, получается, да, в разных культурах, в гвоздях состоянии это одна культура, тербальный коучинг это другая культура, во всех культурах есть эти состояния, которые проявлены в определенных физических телах. Я просто, я владею всеми фитнеса вот этими, какие есть направления, и я знаю, что похожее. Я знаю, как йога и пилатес похожи, я даже знаю, чем крусфит похож там даже на какие-то вот на другие моменты, и на танцы, и на прочие. Иногда мне говорят, типа, ты танцуешь, ты не тяжелую атлетику делаешь, ты танцуешь, потому что ты там держишь руку не так, как надо, у тебя положение пальцев другое. А я понимаю, что у меня и правда состояние не то, у меня что-то не получается, мне нужно поджаться. И мы можем вот в этих общее находить, а когда общее, мы хорошо объединяемся, эфиризируемся сразу. И нам уже, понятно, коллектив, и мы не чувствуем разъединения, и нам хорошо, и мы начинаем леньше слышать друг друга, воспринимать. Это очень помогает. Вот именно такие вот физические упражнения, если их так назовем, соединенные с ментальными, нашими, с мыслительным процессом. Мы когда это соединяем, мы так, хоп, мы сразу в сердце попадаем. А от сердца сердце сближается с людьми. Взаимодействуем с людьми. Это очень классно. И я тебе могу сказать, мы начнем про дыхание говорить, и вы мне скажете, блин, да мы точно так же дышим. Я там тебе скажу, это Хью Джекман, скажешь, нет, вот это мы так, на йоге вот так. И мы будем находить столько общего, столько, столько, что однажды мы поймем, что мы вообще вот настолько близкие люди, знаете, как есть там близнецовые пламены и прочие, говорят про людей, родственные души, потому что мы можем видеть кусочки. И когда мои книги, она закончится тем, в общем-то, одним из тем моментов, первая книга, тем, что она осознает, что нужно соединяться с тем общим, что у нас было, говорят иногда, знаешь, в прошлых жизнях, вот у меня, знаешь, я тебе что-то рассказывала, тот умерший, а было же, что я любила тебя в прошлой жизни. Может, мы с тобой в прошлой жизни, там, еще во времена первобытных людей были брат с сестрой и близнецы, и любили друг друга невыносимо. И вот с этим мы можем друг к другу соединяться тоже. И это буквально происходит, когда мы физически себя, ну, как пощупали, да, и осознали, что у нас общее состояние. И мы прям хоп, мы соединяемся, и мы становимся потепление сердец, чувствуем, глобальное потепление сердец у нас происходит. И от этого нам хорошо, и мы это можем в себе носить. И мы очень часто воспринимаем это как чудо. Чудо, какого человека я встретила. И это классно находить со всеми, со всеми, с людьми, с которыми мы коммуницируем. Мы коммуницируем с людьми, узнаем себя через людей, через материю, мы прям переопыляемся, переобтираемся друг об друга, потому что мы в духовном опыте, в душевно-духовном опыте приходим в материальный мир не для счастья, а для того, чтобы прожить тот опыт, который мы, возможно, боялись быть раньше, не смогли. То, что мы не смогли сделать. Отрабатывать, да, значит? Это говорится отрабатывать, но на самом деле, знаешь, смочь. Прорабатывать. А вот в этой жизни я смогла вставать в 5 утра. Я отрабатываю или я... Прорабатываешь. Да, я практикую, но я приумножаю. Это тоже, знаешь, приумножить. Умножить. Приумножаю. Приумноживу. Да, да. Я приумножаю. Слушайте, ну... Давайте заканчивать. Значит, я в очередной раз понимаю, что часа мало. Я предлагаю все вообще варианты со всеми, с кем знакомимся и брать, например, какие-нибудь темы, какие интересно раскрыть и, в принципе, дальше можно будет придумывать там время, которое будет удобно для того, чтобы встречаться, ну и, соответственно, либо как вариант знакомства продолжать, либо как вариант прорабатывать уже как час знаний, делиться какими-то своими фишечками, давать инструменты, возможности приоткрывать что-ли, такую завесу своих экспертностей. Ну и, соответственно, кому интересно будет, кому будет важно, уже будут напрямую обращаться. Все контакты у нас, в принципе, открыты, поэтому я думаю, что... А мне нельзя задать вопрос напоследок? Можно? Давайте. На самый последок. Тебе можно, мы тебя ждали. Как ты, Мила, как ты относишься ко вселенной Дюны Франка Герберта? Книжному циклу его? Я вот такого еще пока не знаю. Ты мне, если расскажешь, я тебе скажу. Я изучала его через другое пока что. Я пока... У меня только грузится вся теософия, религия. Я начала со Штайнера. Знаешь, я Дюну сам хочу прочесть, по крайней мере, у Франка Герберта. Я много о ней читал в интернете все эти сюжеты, синопсисы, википедии, фандомы. Это сложнейшее научно-фантастическое произведение о политике, религии, экологии, душевной гармонии и всем, и всем, и всем. В общем, оно сильно распространилось среди последователей течения New Age в 60-х. Чисто благодаря Сарафанному радио набрало популярность и теперь его ценят люди, которые так или иначе за духовное просвещение, потому что книга именно об этом, есть цикл именно об этом. Достаточно сказать, что это научно-фантастика, в которой нет технологий, нет компьютеров. Там человечество перешло исключительно на мозговые ресурсы. Настолько натренировало свою психику, что одни люди сами стали, как компьютеры, сложнейшие вычисления выполняют, другие там женщины тайно контролируют человечество посредством сверхчеловеческих психотехнологий. И, в общем, это очень круто. Это даже из фильма Дюна в 2020 году вышел и в этом году вышла вторая часть. Если не охота читать книгу, то я думаю, знакомства с этим фильмом будет достаточно, а я думаю, он хилл разойдет. Я вот, ты знаешь, не посмотрела, муж ходил в кинотеатр без меня. Я пять лет не была в кинотеатре, к сожалению. Но мы пойдем на конфу-панду. Это не заменяет Дюну, я посмотрю. Не советую пропускать Дюну, это реально произведение, которое меняет жизнь. Я посмотрю. Я знаю. А я вообще знаю. Я вообще считаю, что в нашем мире как раз женщины тайно правят миром. Да, есть такое. Учатся. Просто они не признаются. Потому что мы можем соединяться и нести энергию вам. Мы через вас ее проносим. Мы как бы сами не можем ничего сделать, мы поэтому должны вас наполнить. А иногда мужчины, они говорят, типа, вот мой муж, я сам. Знаешь, не надо ко мне со своими чудаковатостями. Я сам. А потом... Я сам может быть тоже вызвано некой манипуляцией, возможно, неосознанной. Возможно, потому что он со мной 24 на 7, а я такая, знаешь, как комета, я несусь, и вот у меня он только огненный хвост успевает увидеть и думает иногда, блин, что это на меня неизвестное приближается в таком масштабе. Ему тяжело. Ему со мной тяжело. Потому что я у него все время, и я поддавливаю, поддавливаю. Я такая не сильно хорошая жена, жена не очень. Это хорошо, что ты это понимаешь. Я это знаю, он мне как-то есть деньги. Он говорит, что я самый высокий человек, мой муж испытывает военные ракеты. Он говорит, что он видел и военную приемку, и все это, и, как сказать, как гангстеры, что-то он такое говорил, он говорит, я видел людей, которые в форме и все, но хуже тебя нет никого, так как ты продавливаешь, ты ужасно. Великолепный комплимент. Да, это признание, признание силы, которая превосходит иногда то, что не надо. Есть во мне это. Можно еще вопрос задать? Конечно. А ты знакома с технологией Торпус Вадима Немчога и его школы игры. Да. Как раз утром сегодня я делала. Именно утром началось у меня есть щепкинская театральная справка из института. Я пришла, мне сказали, вам нужно найти своего режиссера. вам можно не учиться. Вы можете не учиться, вы найдите своего, кто вас поймет, потому что у вас все есть, вас только нужно человек, который вас сможет направлять, потому что вот эта мощь, которая есть, она мешает. Людям хочется, чтобы было попроще. Ну, людям может быть и хочется, но люди не всегда знают, что лучше для них. это было моего преподавателя, пожилая женщина, очень положение, она мне сказала, я желаю тебе найти своего режиссера. Я не нашла пока. Ну, это тоже вопрос времени. Был опыт у меня такой, был. Но я прекрасно себя чувствую в фитнесе. Я прихожу, я могу хоть стихи читать, я могу устараивать стендап. Меня еще показать они уволили, но бывало, что ругали, потому что время расходуется не так, как надо, но людям нравится. прекрасно. Я могу тебя представить, Мила, знаешь, где, я видео видел такие, когда женщины стоят 25 человек, под ними, значит, вот этот маленький батутик, и они стоят на полном драйве, когда, знаешь, ногами под музыку, под энергичную. Вот мне кажется, у тебя вообще запросто таких поведешь. у меня танцы, силовой класс, кардио-силовой и йога. И когда у тебя сердцебиение не может становиться, я говорю, йога будет фитнес, потому что дыхание у нас сейчас и так такое уже. У меня всегда было 3-5 часов, 3-5 часов у меня закидывают и все подряд, все, что я умею, все из меня отдают. Я умею, к сожалению, все, и это людям нравится. Шикарно. Но я больше так не хочу. Потому что ты потом приходишь, потом муж тебя вывозит просто в машине домой и он не получает ничего. Те, кто должны получить любовь, твои близкие, получают дома человек, который просто ага, спущенный вот этот шарик, который, они хотят любви, они хотят тактильности, а ты такой, ребят, я полюс. А ты все отдала. Ну ничего страшного, мы видим технологиями успеха, и с ними можно как-то это все колесо жизни превратить именно в колесо. Так что все, вопрос времени и усилий, конечно. Просто учись грамотно планировать. Знаешь, у нас есть возраст души, каждый месяц у нас встреча души, сейчас великодушие, было до этого молчание и мужество до этого было. И вот мы еще должны во встречах уметь себя узнать. И возраст, каждые 7 лет у нас каждый раз новая встреча. И годовой круг есть. Вот сейчас мы заканчиваем годовой круг, он начнется 21 марта на самом состоянии, начнется и закончится следующий годовой круг. Вот сейчас мы находимся в 80-летнем возрасте с вами, если что, по душе, годового круга, если рассматривать. И вы представляете, что это совершенно другое, другое такое должно быть. принятие, дача. Пусть будет другое. И мне 37 лет, через 2 месяца, 37 лет, я выйду на предназначение души, это называется. Кайф, кайф. Поделишься. Я исследовала пока все, я как исследователь. Есть такое агентство Brand Me, и там есть такой тест, вы можете посмотреть, кто вы. я прошла, у меня все, суперлидер, суперэксперт, суперследователь, еще и поэтесса. Шикарно, шикарно. Молодец. Молодец. Можно узнать себя с этой стороны. Но, и пока я не знаю, как это принять. Вчера по приколу астрологу написала, он говорит, бесплатная консультация. Я говорю, он говорит, ну вы не знаете, чем себя занять, ну как бы, как у тебя, хвостовое предназначение. Думаю, ну я еще подожду. Оно придет, я узнаю, и тогда все, все вот это, то, что было сзади, мы сырем аккуратненько такую маленькую штучку и будем уже ее направленно нести. Опыт, это интересно, это помогает сближаться с разными людьми. С разными. Спасибо за увлекательную историю, поучительную и просто вдохновляющую. Очень интересный эфир был. Спасибо, Мила, спасибо, Юрий. Спасибо вам. Мне что-то было не слышно? Спасибо за вопрос, Саша. Повтори. Да, мы посмотрим еще в записи, насколько у нас получилось все это записать, потому что мне порой казалось, что это я, может, только не слышу, но телеграм, наверное, с обеих сторон все-таки подзаписал, можно будет пересмотреть. Вот. В любом случае, благодарю тебя за встречу, за знакомство, за то, что поделилась частичкой себя, частичкой своей жизни, своими переживаниями, целями, тем, чем ты сейчас дышишь и цветешь, пахнешь, молодец, только вперед. Я думаю, что у тебя 100% все получится. Как минимум, семья, дети, муж. Есть прекрасное место. Я думаю, мы все, кто знает книжку клуба «Пяти часов утра» по-белому завидуем. И я вот начал уже только из-за того, что ты поделилась этими видео и фото, которые находятся на Увике, я только тогда осознал вообще реальность существования. То есть до этого для меня было это какое-то просто художественное произведение, и он там чего-то навыдумывал, процессы, но потом пришло осознание того, что это все существует на самом деле. И более того, есть люди, которые там находятся и вообще возникло дикое желание туда приехать тоже, ну как минимум хотя бы с женой, чтобы разделить вот эту красоту на двоих или там с детьми, посмотрим, как получится. Так что я начал собирать триггеры и жду песок. У меня с Дубаями так получилось, потому что я по Дубаям планировал себе мечту съездить на Дубай, я собирал монетки, значит, дубайский, песок заказывал на Авито, чтобы мне прислали стакан песка, покупал. Поэтому сейчас с Маврикин тоже самое буду делать, потому что Дубай у меня сбылись. Дубай сбылись. Если у них там своя валюта есть, то еще и монетку я у тебя выпрошу. Есть, монетки есть, у нас как раз монетки есть. Ничего не понятно в этих монетах у них, но они есть. Дубай у меня тоже случились 1 февраля в этом году меня пригласила женщина, которая давно подписана, она высокая мода, занимается высокой модой, у нее своя бренд одежды, своя картина, и она пригласила 25 женщин и меня, и меня. в Дубай, три дня я была в Дубай, я никогда не думала о Дубае, и тут я оказываюсь в Дубае практически вечером высокой моды, неожиданно. То есть сидела дома, кормила, и ничего не... Вот представь, твоя жена завтра летит в Дубай смотреть на бурж-халиф и на ужин приглашенная. Какое у нее будет ощущение? Молодец. Ну подумай, какие у тебя подобные. Я бы сразу прилепился бы хвостом, купил бы билет и вместе бы полетел. Вот я вот испытала это чувство, когда ты прям с девочками, с женщинами, все разные, есть очень обеспеченные женщины, которые с нами летели, и есть женщины, которые в Украине сейчас, которые смотрят, как их муж в бронетанки едет, это переживают, и которым очень тяжело сейчас проживать этот их жизнь течет совершенно по другому закону. И мы столкнулись все вместе, абсолютно разность разных уголков. Кто-то приехал из Южной Африки, кто-то приехал из Грузии, и мы вот, когда все встретились, мы осознали вот это, знаете, Дубай и женщин, какие мы все разные. Но мы все в одном месте можем оказаться всегда и событий стоят. Это очень прикольно и очень и приятно и прекрасно и одновременно захватывает дух, что такие моменты могут быть в жизни. У моей мамы и моей бабушки не могло быть Дубаев. Вот таких, знаете, сидела, сидела, хоп, полетела. У них было много труда, и мы живем в прекрасном мире, когда у нас тоже очень много труда, но у нас есть еще какие-то невероятные возможности, чудо. лучшее время за всю историю человечества. Со всеми минусами, со всеми плюсами. Абсолютно. У нас какие-то бывают такие волшебные моменты. Я уверена, что наши дети и в космос взлетать смогут легко, и там что-то такое у них будет еще круче, интереснее, и очень хочется догнать их. Потому что мы их до 7 лет инфекцируем, наполняем, потом они уже сами. А у нас-то это все расходует. Как бы сохранить это, чтобы с ними сохранить себя, чтобы духом с ними, душой, вот так, как мы сейчас с вами соединяться. Ну, через настоящую любовь. Да, и я хочу это, хочу это напрактиковать в себе, чтобы иметь возможность, потому что не потерять в себе человека, ребенка, душу, для того, чтобы соединяться дальше. А вообще финал всей моей книги сейчас выдам. Когда она пишет книгу, и там в конце понимаешь, она стареет, умирает, она пишет письма. Чтобы у него были на каждый праздник, на записочки от мамы, потому что сейчас у меня нет мамы, и я очень скучаю, мне очень хочется иногда. Мы с мужем вспоминаем, как она мясо готова. Такие моменты бытовые, и хочется соединиться. И он потом эту книгу сжигает, потому что лучшая возможность соединиться, это через огонь. Через огонь отпускает. Она получит почту, разделит на ненужное и важное. Есть даже такой стих, Лора пишет корявую почерку. Там она попу просит подарить звезду, а папы нет. Мама сжигает ее письмо, потому что ей всего 5 лет, и он там заканчивается, Джеймс стоит на карнизе, набирает полные охапки звезд и сыпет их вниз. И она видит звездопад. И мы с вами часто видим звезды и звездопады, и возможно это наши близкие шлют нам свою любовь. И мы можем соединяться с ними через эту природу, и мы можем сами научиться уже сейчас в живом теле, не покидая, не эфиризируясь туда, не отлетая, соединяться со своими детьми, чтобы не терять эту связь, когда они смогут жить круче, чем живем мы. Да? Однозначно. Ура! Давайте тогда заканчивать потихоньку, потому что вам, наверное, нужно на работу, мне тогда не нужно в магазин. Да-да-да, давайте заканчивать. Я тебя попрошу скинуть это стихотворение, про которое ты сейчас говорила, и самое главное, что я вынес из нашей беседы, это мама, это отношение и проявление любви к ней, потому что у меня как бы все еще живы, поэтому, ну, я такой, знаешь, из воспитания такого, немножко отстраненного, то есть я очень сложно, тяжело проявляю свои эмоции по отношению к родителям, но при этом через детей, через своих, я понимаю, насколько мне, как родителю, важно проявление детское ко мне, и поэтому вот сегодня то, что ты произнесла про маму, мне тоже откликнулось, возникло большое желание сегодня, ну, как бы встретиться сегодня с ними и с папой, с мамой, и пообниматься, поговорить. Так, что зависло? Мило у меня зависло. Да, ну, что ж, по крайней мере, беседа состоялась, великолепный эфир. Да, всем спасибо. Саша, ребята, если кто еще хочет записываться в знакомство, Виктору предлагал, Саша, если хочешь, можем пообщаться тоже, напиши мне в личку, если будет желание. Извинения, я не особенно люблю разговаривать о себе, а другие бы послушал, поинтересовался. Ну, все, ладно, если у тебя есть, кто захочет, то передавай, значит, ссылочку, пусть пишут, поболтаем, пообщаемся, познакомимся. Все, ребята, всем спасибо, сегодня, видите, 24 минуты вылетели просто на одном дыхании. Всем пока, мило присоединилась заново, а мы уже все, закрылись. Я все отключаю, ребята. Хорошего дня. Продолжим в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова